Здравствуйте! Вы перед CBC и CBC FM новости. Меня зовут Руфат Халафов. В начале выпуска некоторые из главных тем. Сегодня 32-я годовщина одной из самых трагичных страниц в истории современного Азербайджана. Ходжалинского геноцида. Народ скорбит по безвинно жестоко убитым мирным гражданам. К мемориалу Крик Матери с самого утра начали приходить люди, чтобы отдать дань памяти. Пожалы справедливость восторжествовала. Азербайджан сломил врага в 2023 году и окончательно разбил в 2023 году. Сегодня трехцветный флаг Азербайджана гордо развивается во всех уголках страны. В течение последних лет Азербайджана были предприняты серьезные шаги, направленные на доведение до мирового сообщества «Правда» о тех кровавых событиях 1992 года. Законодательные органы свыше 10 стран, а также 19 штатов США приняли парламентские акты о признании геноцида Ходжалы. В наши дни, переживший страшную трагедию, город Ходжалы возрождается к жизни. Здесь ремонтируется свыше 280 домов. А в целом в бюджете Азербайджана на этот год на восстановление дооккупированных районов выделено свыше 4 миллиардов монадов. Президент Азербайджана Альхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида. Публикацией в связи с геноцидом на своей официальной странице в Инстаграм также поделилась первой вице-президент Азербайджана Мегрибан Алиева. Сегодня 32-я годовщина геноцида в Ходжалы, учененного армянскими воинскими формированиями в 1992 году. Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с этой датой. В тексте заявления отмечается, что город Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года был оккупирован армянскими вооруженными силами с помощью 366-го мотострелкового полка бывшего СССР под массированным артиллерийским огнем. МИД напоминает, что в результате оккупации были зверски убиты 613 человек, включая 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков. Полностью уничтожено 8 семей. 130 детей потеряли одного из родителей и 25 детей обоих родителей. Из более 1200 человек, взятых в плен и в заложники и подвергнутых жестоким пыткам, судьба 150, в том числе 68 женщин и 26 детей, остается неизвестной по сей день. Как и другие преступления против человечности, совершенные Арменией и против азербайджанцев, Ходжалинский геноцид является грубым нарушением международного гуманитарного права, прав человека, а также конвенции о предупреждении преступления, геноцида и наказания за него, конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания, международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Тот факт, что безнаказанности Армении за преступления против человечности не был положен конец, привел к тому, что эта страна продолжила существующую практику и во время 44-дневной войны совершила военные преступления против населения, проживающих в таких регионах, как Гянджа, Барда, Тер-Тер, которые расположены вдали от военных операций. В этом году, в 32-ю годовщину ходжалинского геноцида, впервые на всех азербайджанских территориях, в том числе в Ходжалы, развивается флаг Азербайджана. Освобождение Ходжалы олицетворяет силу и единство народа, долг верности жертвам трагедии. В то же время Азербайджан считает, что продолжающиеся меры, принимаемые на национальном уровне и в рамках действующего международного права, послужат прекращению безнаказанности, привлечению к ответственности лиц, ответственных за тяжкие преступления, совершенные во время агрессии Армении против Азербайджана. Тему продолжим с гостем на прямой связи со студией. Председатель общественной организации по правовому анализу и исследованию Рамиль Искендалли. Рамиль Искендалли, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Есть отдельные лица, которые так и не понесли наказание за содеянный геноцид. Те, на чьих руках осталась кровь мирных жителей Ходжалы, детей, стариков и женщин. Как привлечь к ответственности вот именно этих людей? Преступления, естественно, совершенные в Ходжалы, не были изолированы и спонтанным актом, и были неотъемлемой частью широкомасштабной и систематической политики и практики Армении по этнической чистке. В этом смысле, если мы говорим об ответственности за совершенное преступление против человечества, тут мы подразумеваем и по международному праву, и по практике международного суда, уголовного суда, два вида наказания. То есть то, что государство само ответственно за эти преступления и индивидуальная ответственность за совершенные преступления. И в этом смысле, тут согласно Конвенции против геноцида, это преступление, представляющее собой убийство и причинение серьезных телесных повреждений или конкретное намерение геноцида, предполагающее полное и частичное уничтожение какой-либо группы. И по расовому принципу, этническому и национальному религиозному признаку. Если мы говорим о ходе расследования, которое в Азербайджане было проведено, было установлено, что определение этого термина, которое существует в международном праве и конкретно Конвенции против геноцида, а также определение согласно римскому статуту преступлений против человечности, имели место в событиях Ходжалы. И было установлено, что применительно к нападениям на гражданских лиц Ходжалы имели место следующие элементы преступления и геноцида, как определен термин международного права. Это серьезные телесные повреждения, конкретное намерение геноцида, полное частичное уничтожение какой-либо группы. И также актус реус геноцида заключается в том, что он совершается в отношении идентифицированной конвенции группы. То есть это физический акт и психические намерения совершить преступление. И, как мы видим, преступление, совершенное в Ходжалы, свидетельствует о том, что однозначно и убедительные есть доказательства, намерения, как указано в Конвенции, намерения уничтожения имели место в Ходжалы. И это достаточно, чтобы иметь последствия для указанной группы в целом. И преступление было совершено в пределах конкретного географического района. И, согласно индивидуальной ответственности, естественно, лицо, как лицо, принимавшее участие при наблюдении судебных заседаний от имени НПО, могу сказать, что, если вы помните, три года назад было судебное дело против судебных процессов по уголовному делу граждан Армении Микритычана Людвига Микритычевича и Хасравяна Алеши Арамаисовича. Они, естественно, обвинялись по многим статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Ну, а несколько эпизодов было связано о том, что они принимали пытки по отношению лиц, которые были захвачены в результате, захвачены среди беженцев из Ходжалы, и против них были применены, причем гражданское население, применены пытки. Ну, они также подозревались нарушение законов и обычаев войны, незаконное пересечение государственной границы и так далее. И, в конце концов, суд принял решение о 20 годах лишения свободы этих лиц. А те, которые участвовали при организации этих преступлений, Естественно, я думаю, что самый эффективный метод судебного преследования – это содействие национальных механизмов. То есть я всегда в своих выступлениях и статьях указывал, что если сравнить международные механизмы привлечения к ответственности за преступления против человечества и национальные судебные механизмы, то я думаю, что эффективнее будет в этом смысле после освобождения наших территорий, установления суверенитета над нашими территориями, я думаю, что эффективным будет то, что уже вскоре эти лица, которые участвовали именно в организации этих преступлений, и исполнители этого преступления вскоре предстанут перед азербайджанским судом. И это будет наиболее эффективным механизмом. Роман Вален, несмотря на доказательства, которые Азербайджан предоставил в мировой суд, международный суд очень интересен, они все так же закрывают глаза на все. Это вот в чем корень таких двойных стандартов? Почему этот геноцид сходит с рук с Еревану практически? Да, естественно, как мы видим, что международное общество почему-то закрывает глаза на совершение этих преступлений, хотя мы знаем, что на практике, если будем говорить о международном уголовном суде, то международное право дает возможность именно наказать этих преступников посредством международного уголовного суда или же созданных адхок судебных судов, трибуналов по отдельно взятым преступлениям. Так на практике было, как мы знаем все, если мы говорим о геноциде, то Нюрнбергский процесс был самым известным в истории, и очень много лиц индивидуально понесли наказание за преступление Холокоста. И специальные трибуналы по Югославии, по африканским странам тоже были проведены. Но по отношению к преступлениям против Азербайджана, как мы видим, принимается селективное отношение. И из-за того, что международные механизмы, международные институты, организации, они в той или иной степени зависят от отдельных государств, в основном, то есть те страны, которые могут влиять в глобальную политику, то они не всегда принимают решения на основе бесперестраственности и независимости. И в этом и проблема международных институтов механизма защиты прав. Поэтому, как мы видим, национальные механизмы, они содействуются более эффективно в этом смысле. И тут, я думаю, что очень важно не только юридические составляющие проблемы, но и политические и информационные части. То есть мы, как азербайджанское общество, как организации неправительственные, мы должны поднимать этот вопрос во всех возможных платформах международных. начиная с заседаний международных организаций и рабочих групп на уровне экспертов или же на уровне участников. То есть политическом процессе, как вы знаете, Азербайджан всегда поднимает этот вопрос. И я думаю, что это более реальный подход. Ну, естественно, как вы сказали, международные организации, они закрывают глаза на это. И это осуществляется по заказу отдельных взятых государств, западных государств, которые в той или иной степени влияют на ситуацию. И очень сожалею, что и армянская диаспора тоже в этом замешана. И да, чтобы не поднимать такие вопросы. Спасибо большое, Рамиль, за подключение. На прямой связи со студией был председатель общественной организации по правовому анализу и исследованию Рамиль Исхендарли. Спасибо вам. В 32-ю годовщину Ходжалинского геноцида государственные и правительственные официальные лица возложили цветы к памятнику Крик Матери. Отдам дан уважение памяти жертв трагедии. Съемочная группа CBC также находится у памятника. И к нам подключается корреспондент CBC Абухая Джафарова. На прямой связи. Здравствуй, Абухая, слово тебе. Здравствуйте, студия. Мы находимся около памятника жертвам Ходжалинской трагедии. С самого утра сюда стекается тысяча людей. Мы видим, как огромные толпы людей приходят сюда с цветами, с плакатами, с фотографиями погибших. Для каждого это трагедия. Я хочу отметить то, что поток граждан огромный. Вы можете наблюдать его прямо на кадре. Полицейские запускают людей группами, чтобы избежать давки. Однако, несмотря на то, что погода тоже переменчивая, люди все равно отстаивают свою очередь здесь. Каждый хочет возложить цветы. Разумеется, для каждого это трагедия, но тяжелее всего приходится людям, кто был непосредственно свидетелем тех ужасных дней. Это именно жители Ходжалы. Они тоже сегодня здесь. И с некоторыми из ними мы поговорили лично и хотели бы представить вам эти кадры. Там погибла моя мама. Мой младший брат, к счастью, остался в живых. В то время я был в Агдаме и не мог попасть в Ходжалы. Как ни старался. Была закрыта дорога. Мама с братом были там у родственников. Брат вырос и создал семью. Это большая трагедия. Ходжалинская трагедия была самой страшной. Это был самый настоящий геноцид. Такие массовые истребления людей по национальному, религиозному признаку именно так и называют. К счастью, сегодня мы можем поехать в Ходжалы. Армия во главе с верховным главнокомандующим освободила этот азербайджанский город от оккупации. Пусть у нас будут впереди только светлые дни. Я также хочу отметить то, что цветы и венки также возложили представители министерства, государственные служащие. Ну а люди продолжают поступать. И мы по-прежнему находимся около памятника. И продолжаем передавать вам самую актуальную информацию. На этом у меня все. Студия. Спасибо, Абу Хаят. Абу Хаят Джафарова, корреспондент СБС, подключалась к нам с памятника Крик матери. Ходжалинский геноцид выявил истинные масштабы бесчеловечности и жестокости армянских военных по отношению к мирному азербайджанскому населению. Долгие годы мир безмолвствовал. И это молчание не было молчанием в памяти о жертвах данной трагедии. Со второй половины 1980-х годов армянский народ, почувствовавшись в кориже с подсоветского союза, решил на его обломках найти себе счастье. Таковым, по их мнению, был захват чужих территорий. Долгое время не имевшие реальных успехов на фронте, армяне пошли на подлость. Осенью 1991 года армянские вооруженные формирования фактически заблокировали город Ходжалы, находящийся между Ханкендией и Агдамом. В части отключения электроэнергии, отсутствие продовольствия Ходжалы выживал благодаря отваге и героизму жителей. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при поддержке расположенного в городе Ханкенди, 366-го мотострелкового полка бывшего СССР напали на безоружный и беззащитный город Ходжалы. Картина тех страшных событий всё так же отчётливо, как и 32 года назад, стоит перед глазами очевидцев ходжалинской резни. «Это была такая трагедия, какой ещё в истории не было. Было очень много бесчеловечных поступков. Армяне моего сына взяли в плен в Аскеранской крепости. Они вырвали ему все зубы и нанесли множество увечий». Ходжалинская трагедия стала самой масштабной и кровавой резнёй армяно-азербайджанского конфликта. Большинство жителей города были убиты прямым выстрелом в голову, а раненых добивали, жёстко расстреливая. За одну ночь армянские разбойники стёрли с лица земли город Ходжалы. Для спасения женщин, детей и стариков было выбрано направление Агдама. Они пытались бежать через покрытые снегом леса, однако возле села Шелли жители были остановлены армянскими вооружёнными формированиями и зверски убиты. В результате зверства преступных армянских войск были убиты 613 человек, включая 106 женщин, 63 ребёнка и 70 стариков. 1275 жителей Ходжалы были взяты в заложники, а судьба 150 остаётся неизвестной. Ко мне за помощью обратилась женщина с ребёнком на спине. Мы направились в сторону села Шелли Агдамского района. Еле как дошли до села, раскрыли шаль с ребёнком и увидели, что пуля прошла сквозь спину ребёнка и застряла в верхней одежде матери. Самое страшное, что могло случиться в начале 20 века, я скажу, в наши дни, то, что армянские палачи, армянские террористы могли поднять руки на самое святое, на женщин, стариков, младенцев, детей. Такого большого количества убитых людей во время всей Первой Карабахской войны я никогда не видел. Такой жестокости, которая произошла в Ходжалы, в мире встречается очень редко. Наутро дорога у Ходжалы была покрыта мёртвыми телами убитых жителей. Эти страшные кадры удалось запечатлеть азербайджанским и зарубежным журналистам, прибывшим на место трагедии 28 февраля. Страшное зрелище потрясло всех. 1 марта в Ходжалы смогла проникнуть ещё одна группа местных и иностранных журналистов. Зрелище, которое они увидели, было ещё более ужасающим. Тела погибших были изуродованы и аскальпированы. Огромное спасибо тем, кто не молчали, кто рассказали об этом. Иначе мир бы сегодня не знал ничего. Вы видите сами, как мало фотографий, как мало съёмочного материала. Просто Азербайджан находился в такой огромной информационной блокаде, что без помощи тех смелых журналистов, которых можно посчитать практически на пальцах, которые активно рассказывали правду, я не знаю, как по-другому мир бы узнал то, что случилось. На сегодняшний день, благодаря успешной политике президента Азербайджана Ильхама Алиева, правда о ходжалинском геноциде была донесена до мировой общественности с самых высоких международных трибун. Но самым главным стало торжество исторической справедливости. Когда славная азербайджанская армия во главе с верховным главнокомандующим смогли полностью восстановить территориальную целостность страны, и сегодня азербайджанский триколор гордо развивается, в том числе и в городе Ходжалы. Бриллиант Исламова, CBC Азербайджанский народ чтит память жертв ходжалинского геноцида. Очевидцы трагедии с болью в душе вспоминают день, когда они под натиском армянских головорезов были вынуждены покинуть этот город. Эти люди оставили в родном городе свои дома, но сумели сохранить веру в справедливость. Яркое и полное жизнелюбие. Так уроженка Ходжалы, Алмаз Салимова, описывает юность, прожитую в родном городе. Но её счастью не суждено было длиться долго. Идиллия прервалась в феврале 1992 года, когда территориальные претензии Армении к Азербайджану переросли в полномасштабную военную агрессию. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские отряды при поддержке 366-го мотострелкового полка с четырёх сторон окружили мирный и безоружный город, после чего беспощадно обстреляли населённый пункт из артиллерии и тяжёлой военной техники. «На тот момент Ходжалы уже 4 месяца, как находился в блокаде. Наша надежда была только на один путь – Аскеранскую дорогу. Мы страдали от нехватки продуктов и медикаментов. И это с учётом того, что в городе были ранены пожилые и малолетние дети. В день трагедии населения Ходжалы составляло около 3000 человек. 26 февраля я потеряла свою родину, своих родных, своё счастье. Все мои мечты в одночасье канули в лету». Алмаз Салимова помнит этот день, как сейчас. В её памяти на всю жизнь запечатлелась чудовищная картина. В попытках укрыться от жестокости армянских захватчиков жители осаждённого города были вынуждены бежать в горы, леса. Но даже там они не смогли найти укрытие от свирепости армянских садистов. Окупанты из Уверски расправлялись с каждым, кого встречали на своём пути. Те же, кому удалось спастись от рук армян, погибли от февральского мороза. «Раньше я очень любила февраль. В этом месяце родился мой муж. И мы постоянно собирались всей семьёй с соседями отметить его день рождения. Но 26 февраля я потеряла мужа. Ему было всего 32 года. В тот же день погиб мой свёкор и двое деверей. В последующие 13 лет моя свекровь словно переживала адские муки. Остаток своей жизни она прожила без мужа и любимых сыновей». История Алмаз-Салимовой, хоть и пропитана болью и горечью, является свидетельством несгибаемости человеческого духа, сохранения надежды даже в самые мрачные дни. Надежда худжалинцев вернуться на малую родину, в родные места, были оправданы в сентябре 2023 года. В результате успешных антитеррористических мероприятий город Худжалы и ряд других населённых пунктов вернулись под контроль азербайджанской армии. «Слава тому дню, когда наши земли были освобождены от оккупации. В этом велика заслуга наших отважных солдат и президента Ильхама Алиева. Сегодня мы с надеждой смотрим в будущее. Все эти 30 лет мы, хоть и со слезами на глазах, но уверенно говорили, что однажды обязательно вернёмся в Худжалы. С Божьей помощью мы вернём жизнь в эти края». Спавшиеся худжалинцы, невзирая на пережитые ими ужасы, нашли в себе силы продолжать жить. Прошло три десятилетия. За это время выросло новое поколение, воспитанное в духе патриотизма и любви к родине. Это в том числе дети тех самых мучеников. Их жизненной целью стало сохранение светлой памяти о жертвах Первой Карабахской войны, привлечение внимания мирового сообщества к трагедии, с целью перевернуть эту страшную страницу в истории человечества. Фарид Адилов, CBC. Сегодня азербайджанский народ переживает самые светлые и эпохальные страницы своей истории. Достижения и задачи, выполненные к настоящему моменту, лишь усиливают волю и придают уверенность в завтрашнем дне, позволяя укреплять независимость и стойкость в своих убеждениях. К сожалению, так было не всегда. Поддерживаемый Арменией сепаратистский режим пытался сломить волю азербайджанского народа, посеять панику среди населения. Сегодня трехцветный флаг Азербайджана гордо развивается во всех уголках страны. Государство осуществляет строительно-восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях, а в жизни бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся в родные края. И всех азербайджанцев в целом начался новый период – период победы. Окончательно сепаратизм на азербайджанских территориях был искоренен в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных азербайджанской армией в Карабахе в сентябре прошлого года. Наравне с другими населенными пунктами город Ходжалы был очищен от остатков незаконного сепаратистского режима. Азербайджанский флаг, поднятый президентом Ильхамом Алиевым в Ханкенды, стал символом окончания трагедии длиною в 30 лет. Естественно, поднимая флаг Ходжалы, я подумал, что сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что кровь Ходжалинских жертв была отмщена. Поднятие нашего флага Ходжалы было еще более волнующим событием, могу сказать это откровенно. А водружение флагов Ханкенды стало полным восстановлением справедливости и окончательной точкой в нашей победе. Историческая справедливость восстановлена. В Ханкендей развивается государственный флаг Азербайджана. Тот самый флаг, которому, как прилюдно клялся сепаратист Виталий Баласанян, никогда не бывать в этом городе. Флаг, которому представитель преступного режима Давид Бабаян прочил место на вывеске так называемого посольства Азербайджана в Карабахе. Горе-предсказатели и их пронырливые патроны из ближнего и дальнего зарубежья жестоко просчитались. Кровавые преступления против нашего народа еще в конце 1980-х годов начались именно в Ханкенды. Геноцид нашего народа планировался и управлялся именно из здания, где я голосовал Ханкенды. Именно на площади перед зданием, где я голосовал, армянские националисты, а затем и государство Армения, выдвинули против нас территориальные претензии. Именно в том здании еще в советское время был размещен особый комитет для отделения Карабаха от Азербайджана. Все знают, что отделение Карабаха от Азербайджана было главной целью этого комитета. Именно там подтвердили свое падение, конечно же, вынужденно дьяволы, которые в течение 30 лет оккупировали наш исторический край, место, основанное Панахалиханом. На пути к победе азербайджанского народа стояли небывалые трудности. По сути, Азербайджан столкнулся не просто с агрессией Армении, а куда с более масштабным деструктивным феноменом. Окупация, геноцид, насильственное переселение граждан, уничтожение и фальсификация азербайджанского наследия. Черная полоса, которой был положен конец. Наш народ оказался лицом к лицу с большими трагедиями. Один миллион человек остались без крова. Наши города были полностью разрушены. Сегодня каждый, кто приезжает на освобожденные земли, своими глазами видит зверства армян. Не осталось ни одного целого здания. Против нас проведена этническая чистка. Против нас был совершен геноцид. Ходжалинский геноцид. Более десяти стран признали ходжалинский геноцид. Движение «Справедливость Ходжалы» получило широкий международный размах. Путь, пройденный нами с того сложного периода, по сегодняшний день – это путь чести и достоинства. Ходжалинская трагедия является частью политики геноцида и этнических чисток, проводимой против азербайджанского народа армянскими националистами. Хотя со времен этих страшных событий прошло 32 года, ходжалинский геноцид никогда не должен быть забыт. Правду о нем необходимо донести будущим поколениям. Ходжалинский геноцид, Армения по существу хотела сломить волю азербайджанского народа. Не случайно руководители Армении, военные преступники, отвечая на вопрос об этом в интервью иностранным журналистам, с чувством гордости отмечали, что да, Армения совершила это военное преступление против мирного населения, чтобы азербайджанский народ видел, что руководство Армении может поднять руку и на мирное население. Гибель невинных людей, разрушение городов и сёл не смогли сломить волю азербайджанского народа. Государственный суверенитет и территориальная целостность республики были восстановлены. Азербайджан отомстил за жертв Ходжалы на поле боя. А те, кто с чувством гордости говорили о гибели мирного азербайджанского населения, сегодня отбывают заслуженное наказание в тюрьмах города Баку. Азербайджан, как сильное государство, никогда не позволит, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову. Законодательные органы свыше 10 стран, а также 19 штатов США, приняли парламентские акты о признании геноцида Ходжалы. В течение последних лет азербайджанам были предприняты серьёзные шаги, направленные на доведение до мирового сообщества правды о тех кровавых событиях 1992 года. И эта работа будет продолжена. Азербайджан продолжает проводить работу по признанию массовых убийств Ходжалы, актам геноцида и преступлениям против человечества. Ежегодно память жертв Ходжалинской резни чтят во всём мире. В последние годы мероприятия, посвящённые этим кровавым событиям, приобрели характер информационной кампании, рассчитанной на повышение осведомлённости международного сообщества. Когда произошёл геноцид Ходжалы, мы видели, как мир молчал. Мы остались с этой проблемой лицом к лицу. Азербайджанцы и Великобритании ежегодно чтят память жертв этой трагедии. Они участвуют в различных мероприятиях. В этом году мы провели мероприятие в городе Лиц, куда были приглашены официальные лица и депутаты. Мы хотим донести всем, что эта трагедия не только азербайджанского народа, но и всего человечества. Резня учнённая в Ходжалы расценивается как одно из самых тяжких преступлений против человечества в прошлом столетии. Для того, чтобы не допустить повторения подобного в будущем, важно активизировать усилия международной общественности по признанию Ходжалинского геноцида. Добивается мирового признания и политика правовой оценки произошедшего кампания «Справедливость для Ходжалы» в числе её стратегических целей повышения осведомлённости мирового сообщества о кровавых событиях конца 20-го столетия. Цель азербайджанской диаспоры в Швеции состоит в том, чтобы доказать, показать и довести правдивую информацию о событиях, которые происходят в Азербайджане, и добиться справедливости для Ходжалы. А это признание шведским парламентом Ходжалинского геноцида. Мелкими, но твёрдыми шагами, с упорством и с терпением мы идём навстречу нашей цели. И я почти уверена, что рано или поздно Швеция, как страна справедливости и демократии, обязательно признает Ходжалинский геноцид. Ежегодно в рамках международной информационной кампании используются различные способы доведения сведений о геноциде в Ходжалы. На центральных улицах столицах многих стран мира устанавливаются билборды, проводятся массовые мероприятия, выставки, показы фильмов. В этом году кампания «Справедливость» для Ходжалы имеет особое значение. Теперь у нас есть возможность почтить память жертв геноцида там, где он был совершён. Думаю, что в будущем стоит привнести некоторые изменения в формат этой кампании, считая важным организацию визитов Ходжалы иностранных делегаций. Думаю, что соответствующие предложения будут озвучены. Кампания успешно ведётся в десятках стран. И на сегодняшний день к ней присоединились свыше 120 тысяч человек из 115 организаций. Последовательная деятельность, направленная на признание Ходжалинского геноцида в мировом масштабе, будет продолжена. В ранее открытом доме Азербайджана в польском городе Краков почтили память жертв Ходжалинской трагедии. В церемонии приняли участие посол Азербайджана в Польше. Сначала участники мероприятия «Минуты молчания» почтили память погибших в Ходжалы. Затем состоялось ознакомление с фотовыставкой, отражающей учинённую в Ходжалы чудовищную резню. К портретам жертв геноцида были возложны гвоздики. Возле них были зажжены свечи. Тем временем в Лондоне и Эдинбурге прошла информационная кампания, посвящённая 32-й год общению Ходжалинского геноцида. В ходе мероприятия автомобили с LED-экранами, отражающими трагические события в Ходжалы, проехали по главным улицам обоих городов, чтобы донести до британской общественности правду о Ходжалинском геноциде. Сегодня освобождённый от оккупации город Ходжалы восстанавливается. В населённом пункте ведётся ремонт и реставрация 283 домов. Восстановление Карабахского и Восточно-Зангизурского экономических районов является для Азербайджана приоритетами на ближайшее будущее. Как отметил глава государства Ихам Алиев, выступая на церемонии инаугурации, подготовлены и утверждены генеральные планы более 100 городов и сёл во многих населённых пунктах уже начались строительные работы. В скором времени начнётся процесс возвращения ходжалинцев на родную землю. В настоящее время ведутся восстановительные работы в 283 домах города Ходжалы. Власти Азербайджана направят около 3 миллионов 400 тысяч монатов на проектирование строительства квартир в Ходжалы и реконструцию трёх соседних населённых пунктов в Карабахе. 32 года назад азербайджанский ходжалы был атакован врагом, его жители подверглись геноциду, а город был оккупирован и разрушен. Сейчас делается всё необходимое, чтобы этот город возродился как современный населённый пункт. Но ходжалы – не единственный уничтоженный за три десятилетия оккупации населённый пункт. В бюджете Азербайджана 2024 года на восстановление деоккупированных районов выделено свыше 4 миллиардов монатов. Проекты по возрождению Карабаха и Восточного Зангизура являются самыми важными для Азербайджана. В рамках первой государственной программы «Великое возвращение» планируется реконструировать 100 населённых пунктов. Первый этап программы «Великое возвращение» будет завершён к концу 2026 года, когда 140 тысяч бывших переселенцев вернутся на свои родные земли. Параллельно с этим продолжается строительство социальной инфраструктуры. Строятся больницы, школы, спортивные сооружения, объекты инфраструктуры, включая дороги, более 130 тоннелей и мостов, 40 тоннелей и 90 мостов. То есть это лишь показывает масштаб проводимых работ. Восстановлено всё электроэнергетическое хозяйство. Строятся железные дороги. Открыты два международных аэропорта. Третий будет открыт в Лачине, то есть будут проведены масштабные строительные работы. Конечно, для переселенцев будут построены новые дома, жилые дома, соответствующие всем правилам современного градостроительства. Восстановление ведётся за счёт Азербайджана. Инфраструктурные и строительные работы, за исключением двух школ, строящихся Казахстаном и Узбекистаном, полностью финансируются из бюджета и азербайджанскими государственными компаниями. Кроме того, фонд Гейдара Алиева строит или капитально восстанавливает более 10 мечетей. Проделаны масштабные работы по восстановлению водослабжения, энергообеспечению дороги, гражданские и военные инфраструктуры. На этом этапе задействовано огромное количество рабочих мест, ресурсы больше в строительном секторе, а также в госсекторе. В том же плане можно сказать, что привлечение ограниченных государственных ресурсов и финансирования для проведения этих масштабных работ. На данный момент, опять-таки, Баку могло бы быть интересно вовлечение иностранных инвесторов в инфраструктурные проекты, которые идут в полный вход. Те же дороги, водоснабжение, энергообеспечение. Развитие деоккупированных территорий, открытие предприятий, рабочих мест, а в дальнейшем интеграция в общее хозяйство страны будут способствовать устойчивому росту экономики Азербайджана. В Карабах и восточный Зенгизур уже переселены животноводческие хозяйства, пчелиные семьи, открыты экономические и промышленные зоны. Предусматривается создание аграрных перерабатывающих предприятий. Здесь имеется 128 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Для местных предпринимателей введены налоговые и иные льготы с целью стимулирования проектов и привлечения инвестиций. Потенциал освобождённых земель даёт возможность и развитию туристической индустрии. В целом, реализуемые в этих регионах проекты окажут большую поддержку ненефтяному сектору страны. «Могу сказать, что проделанная в этой области работа восхищает каждого непредвзятого иностранного гостя, посещающего освобождённые земли. Ибо истории, наверное, ещё неизвестен такой случай, когда восстановительные работы ведутся с такой скоростью после столь масштабных разрушений». На освобождённых азербайджанских землях активно ведётся строительство умных сёл, что является едва ли не первой крупномасштабной практикой внедрения новой городской концепции. Создание такого города с нуля – задача сложная. Такое строительство требует применения новейших технологий, включая информационные и телекоммуникационные. Промышленные кластеры, скоростные трассы, аэропорты, умные города. Азербайджан на территории Карабаха не просто активно воплощает в жизнь первую программу «Великое возвращение», а стремится сделать из региона самую передовую часть страны. К реконструкции региона власти подходят стратегически. Страна возводит населённые пункты на основе современной концепции умных городов и деревень. Это означает создание наилучших экономических и социальных условий для того, чтобы население, которое возвращается на места исконного проживания в Карабах, имело работу и жизненные перспективы. Эксперты уверены – создавать с нуля высокотехнологичный населённый пункт на руинах и для экономики, и для бюджета – задача не из простых. На сегодняшний день мы знаем, что на освобождённых территориях Азербайджана строятся умные села. Конечно, можно сказать, что это едва ли не первая практика на большой территории, где строится такая масштабная новая городская концепция. Конечно же, это сложный процесс строить из нуля город и тем более умный по сравнению с обычными городами, потому что тут нужно использовать новые технологии, тут нужно использовать новые информационные, также и телекоммуникационные технологии, также искусственный интеллект. В этом смысле мы можем сказать, что Азербайджан в этом деле получит неоценимый опыт. Полученным Азербайджаном опытом могут в дальнейшем воспользоваться и другие страны, уверен эксперт. Умная концепция, хотя и является приметой современности, воплощается на руинах, которые для многих людей остаются родной землёй. Сейчас на разрушенных территориях осуществляются амбициозные проекты, использующие передовые технологии для повышения качества жизни людей и оптимизации городской инфраструктуры. А в целом исполнение этой задачи происходит по следующим основным направлениям – жилищный сектор, сферы производства, социальных услуг, умного сельского хозяйства и альтернативной энергетики. Государство целью развития поставляет перед собой достичь цели устойчивого развития и инклюзивное развитие общества становится приоритетом для всех государств. С этой точки зрения, конечно, мы имеем дело 17 целей устойчивого развития, где чётко написано, что урбанизация, озеленение, чистая энергетика являются одним из приоритетных направлений. Поэтому это будущее, чистая энергетика, урбанизация, технологическое развитие и использование большинства возобновляемой энергетикой в этих городах послужит и дальнейшему развитию. Проект «Умных городов и деревень», реализуемый правительством Азербайджана в Карабахе и в Восточном Зангизуре, имеет значение и для развития информационных технологий, высокотехнологичного аграрного сектора, а также ускорения великого возвращения, повышая экономическую активность в регионе. Сабина Мурадова, CBC. В Турции проходят памятные церемонии в связи с 32-й годовщиной геноцида в Ходжалы. Наш корреспондент CBC Турал Асади подключается к нам из Анкары и расскажет более подробно о проходящих церемониях. Турал, здравствуй, слово тебе. Приветствую, Руфат. Как ты и отметил, совершенно правильно, на территории Турции во многих городах проходят памятные мероприятия в связи с 32-й годовщиной геноцида в Ходжалы. И я сейчас нахожу в Анкаре. Здесь, перед памятником Ходжалы, геноцида Ходжалы, и здесь проходят одно из мероприятий при организации посольства Азербайджана в Турции, а также муниципалитетом Кечуэрян в районе Кечуэрян в Анкаре. Уже выступили глава муниципалитета Кечуэрян, господин Тургут Алтынокон, отметил, что данный геноцид в Ходжалы, безусловно, является одной из трагических страниц в истории Турского мира. Это наша общая трагедия. И, конечно же, мы все должны очень много говорить на эту тему, учитывая тот факт, что на международной арене на протяжении десятилетий закрывали глаза на все эти события, на те зверства, которые были усилены против гражданского, азербайджанского населения в целом в Карабахе. И, конечно же, о геноциде в Ходжалы. Мировое сообщество закрывало глаза, продолжает закрывать глаза. Многие страны не хотят признавать геноцид в Ходжалы. И, конечно же, для нас главной задачей является юридическая оценка этим событием. И, безусловно, Турция и Азербайджан в этом направлении проделывают огромную совместную работу. И, конечно же, говорилось о том, что события в Ходжалы именно доказали и показали всему миру, хоть и в большинстве стран этого не хотят видеть, но, тем не менее, геноцидом в Ходжалы было доказано, что армения, армянские войска, формирование в Карабахе, а также ВС Армении учинили геноцид в Ходжалы. Они целеустремленно истребляли азербайджанское население. Это было этической чисткой в отношении азербайджанского народа. Это является свидетельством того, что армянский народ, Армения не была заинтересована в урегулировании вопроса мирным путем. И, конечно же, путем запугивания сначала, а затем и этическими чистками армянский БС Армении, действиями и известным армянских БС и бандформирований в Карабахе. Они показали, что их намерения совершенно другие. Они не хотят жить бок о бок с азербайджанцами. И, безусловно, мы все помним слова Сержа Саргсяна и других официальных лиц Армении о том, что армяне не могут жить вместе с азербайджанцами. Они должны очистить весь Карабах от азербайджанцев. И это должно стать армянской земной территорией. Безусловно, реалии совершенно другие на сегодняшний день. Здесь выступающие также об этом говорят, продолжают говорить о том, что Азербайджан спустя 30 лет, несмотря на то, что мировое сообщество не поддерживало шаги Азербайджана по восстановлению своей территориальной целостности суверенитета, Азербайджан восстановил справедливость. Карабах был освобожден армянской оккупацией. И сегодня вспоминание, вспоминая те события, конечно же, в первую очередь геннадцат в Ходжалей, необходимо, конечно же, сегодня уже с гордостью говорить, что справедливость была восстановлена, Азербайджан вернул свои территории. И, конечно же, несмотря на это, ежегодно мы вспоминаем, чтим память тех людей, того гражданского населения, которое было зверски убито, были уничтожены целые семьи. В Ходжалей мы вспоминаем эти события, и, конечно же, чтим их память. И, безусловно, уже спустя 4 года после победы Азербайджана, после победы во Второй Карабахской войне в 2020 году, мы уже, конечно же, говорим и о победоносной войне, и о победе Азербайджана в Карабахе, восстановлении территориальной целостности, справедливости в карабахском вопросе. И, конечно же, здесь все эти вопросы являются важными как для азербайджанской общественности, так и ровным счетом для турецкой общественности. Мероприятия, приуроченные к второй предобщине Ходжалинского геноцида, начались сегодня как в Анкаре, так и в Стамбуле, Измире, Ванталье, и в других крупных и малых городах Турции. Они продолжаются. На этом у меня пока, профессор, от слова тебе. Спасибо. Турал из Анкары к нам подключался Турал Асади и рассказал о памятных мероприятиях, проходящих в Турции. Ну, это были все новости к этому часу. Оставайтесь в курсе событий вместе с CBC и CBC FM. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова